всем привет вы на канале урал спецтранс и как мы обещали с вадимом тот раз в прошлом ролике мы говорили что будет ппц системы мониторинга мы выполнили свои обещания несмотря на снег наступающую зиму до решили вам все это показать и рассказать и как раз сегодня забирается партию на самом деле будет 11 забирают забирают сегодня ну по оптимистичным планам сегодня у нас заберут 7 полуприцепов но 77 автопоездов вот таких вот которые нас сзади нас находится вот таких сегодня должны уехать 7 автопоездов ну вот мы сейчас про него это дело и расскажем я не поздоровался добрый день всем автопоезд этот пойдет на чукотку будет работать где-то в районе пивека на перевозке дизельного топлива и прочих светлых некий продуктов вот исходя из условий эксплуатации будущей значит мы видим что машина подготовлена тягач подготовлен для эксплуатации суровых чукотских условиях то есть у него разумеется штатно предпусковой подогреватель у него независимый отопитель кабины так мотор у него самый мощный из линейки евро пятых моторов которые ставят компании века мт изготовитель это в шасси это двигатель 500 лошадиных сил ну естественно евро 5 до кабина со спальным местом двухместная вот ну как бы в общем то кабина стандартном исполнении по техническому заданию заказчика конкретно были прописаны именно вот эти шины кама 1260 размерностью 425 85 r20 значит заказчик вот прям настаивал на том что должны быть именно эти шины потому что несмотря на их не очень высокую грузоподъемность эта шина ну сам заказчик естественно с чукотки то есть он сказал что вся чукотка на этих шинах ездит и они там наиболее подходит под все условия эксплуатации значит обращаю внимание что особенностью этого седельного тягача является высокое седельно-сцепное устройство она у нас трехстепенное высота по опорной плите 1620 миллиметров это сделано специально для того чтобы ездить по зимникам где и колеи там и всевозможные неприятности дорожные ну короче связано с тем чтобы обеспечить большую подвижность полуприцепа относительно тягача дополнительный топливный бак установлен основной 485 литров дополнительный топливный бак ну емкость не знаю но наверно тоже порядка 400 литров вот за кабиной установлен ящик под инструмент принадлежности ну стандартно сейчас и века ставить небольшое крановую установку но для поднятия всевозможных каких-то грузов но запаску он конечно поднимет тут грузоподъемность у него прилично но как мы видим крепление запасного колеса не предусмотрено что явилось как бы некой сложностью при для перегонщиков которые сейчас будут заниматься тем что одну запаску с колеса с прицепа на прицепе два запасных колеса на полуприцепе то есть одно колесо поедет машине сопровождения а запасное колесо тягача будет установлено на месте под второе запасное колесо на полуприцепе это связано с тем что колеса разные то есть я уже сказал что требования заказчика кама 1260 на тягаче исходя из того что колесо это не очень грузоподъемная нагрузку на ссу ограничена была техническом требует ну в техническом задании заказчика 15 тоннами ну а поскольку полуприцеп цистерна 30 тонн 30 кубов полная масса полуприцепа с грузом 37 тонн то есть исходя из того что 15 тонн на седельно-сцепное устройство на заднюю тележку приходится порядка 22 тонн исходя из исходя из этого на задней телеге установлены колеса continental 1420 них пять с половиной тонн на колесо то есть как бы вот обеспечить таким образом обеспечивается баланс 15 тонн на седельно-сцепное тягача и 20 тонн на телегу полуприцеп производства нашей компании урал спецтранс трехсекционный трехсекционный видите рамная конструкция ну естественно да что специально вот отличие то что это под 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 чукотку это рамная конструкция и задняя тележка она двухосная на центральном балансире без реактивных штанг с левой стороны у нас два ящика это один ящик под ящик срт у нас он значит под под выдачу нефтепродуктов в нашем стандартном исполнении вот второй ящик у нас открою не этом просто да значит здесь у нас но это как бы ящик zip нем уложен то есть мы видим таблички информационные по требованиям допок это бензин без топлива тут у нас по требований заказчика лежит это вот костюм для защиты оператора от ну возможных допустим попадения условно гора костюм музыка знаки опасности аптечка шкоре двухдюймовый на полуприцепе сейчас установлен 3 3 с половиной корнях три с половиной но это идем в комплекте да значит вот этот ящик это наше нестандартное изделие это коммутационный это ящик с оборудованием бортовой системы мониторинга транспортного средства значит все транспортное средство в данном то есть вот этот вот автопоезд он укомплектован ну то есть на тягаче своих стоит своя система на полуприцепе своя система в каждом отсеке у нас стоит датчик уровня топлива который значит кабели выведены сюда вот как бы по и парами вот здесь вот они проложены сверху то есть у нас у нас тут много положено право парами и до ящика то есть в ящике стоит оборудование которое обрабатывает информацию полученную от датчиков сзади у нас тут вот экспериментальные мало того что буксировочные крюки то есть предназначены для оказания помощи допустим при застревании при потере подвижности автомобиля у нас еще вот тоже как бы опытно экспериментальное изделие установлены буксировочные такие приспособления в виде отверстий в вертикальных полках лонжеронов рамы да и к ним вдобавок такие омега образные петли просторечье именуемый шаклами для того чтобы можно было зацепить тросом так вот я вот только что увидел оказывается у нас есть как бы вертикальной полки в горизонтальной полку то есть сначала я на это не обратил внимание то есть шакал можно поставить так а можно поставить вот так вертикально и тянуть хоть так хоть так металлические крылья цель на цельные над колесами задней телеги два запасных колеса уложены на кронштейнах на корзине подвешены на нижнем полку на нижней полке рамы сюда вот колесо тягача подойдет по размерам ну она немного больше но я надеюсь что запас вроде как по размерам есть надеюсь что подойдет то есть вот в такую вот нишу не каждое колесо ну ну конечно не каждая но то есть есть допустим 16 r20 точно не влезет а тут вот то колесо который камады на 60 вместо этого но я думаю что подойдет может быть даже в натяг но скорее всего подойдет эта модель то в принципе уже она ее неоднократно то что она двухлосная 30 кубовая на раме это все это все обкатано но сделали ее под высокое седеносцепное устройство вот у нас выведено наружное освещение вот видно на бочке она вокруг слева и с правой стороны то есть вокруг тягача но и вокруг автопоезда то есть если какие-то работы в дороге там но особенно со стороны где рабочее место для слива заправку с выдачи топлива то есть там конечно это освещение вообще актуально ну а здесь она просто присутствует но в случае необходимости можно включить она у нас включается по сторонам то есть отдельно можно включить хоть с той хоть с другой стороны вот так но посмотрим оборудование которое установлено наверху полезем в каждой горловине установлен датчик уровня топлива сокращенно дуд вот он выведен сверху выведен верхней части у него это блок искрозащиты то есть вот он средине соединен тут специальной колодочкой и дальше вниз идет в тот ящик который мы уже видели до внизу вот он установлен мы видим да на дне стоит так называемый стакан воду и это датчик установлен как бы сверху в стакан что ну чтобы его не раскачивал во время движения топлив вот ну конструкции идентичны то есть можно заглянуть в одну горловину и понять как все устроено дальше показывать наверно смысла нету вот ну что на этой на этой высокой ночи до свидания до встречи до встречи подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всего доброго